Унылая 30-я дорога в Техасе. Ну ничего, сейчас доедем до Далласа, там уже будет повеселей. А пока вот так вот разделяем нашу скуку со всеми остальными путешественниками, которые едут праздновать Великое Рождество в городе Далесе. Редактор субтитров А.Семкин Прошедшее Рождество мы поехали в город Даллас, чтобы посетить наших детей и провести с ними Рождество. И походу нам предоставилась возможность посетить корейскую баню, которую мы вам и представляем. Смотрите. Эта комната называется Bay Srak Warming Room. То есть все здесь каменное, полы, стены. И вот вы ложитесь на вот эту лежанку. Лежанки разделены между собой мраморными стоечками такими. Пол достаточно горячий. А стенка украшена вот этими вот скальными породами, которые вырезаются где-то в скалах. Возле каждой лежанки стоять прям невозможно. Находится прям сумочка с камнями. Вот это камни, которые можно расположить у себя на лбу, на груди и еще где-то. Если захотите. В общем-то вот такая комната. Освещение тут практически слабое. Люди, в общем-то, здесь спят. Отдыхают, но больше 15 минут. Как написано на этом блокаде на стенке. Отдыхать здесь нельзя. Вот такая она корейская баня. Вот она, я осталась. Ну, как хорошо. Хорошо. Здесь находится соляная комната. Температура воздуха очень прохладная. И благодаря тому, что COVID-19, коронавирус бушует. Эта баня, сауна, она практически пустая, людей нет. Это корейская баня со всякими разнообразными бассейнами, комнатами отдыха. Вот тут типичные национальные циновки из чего-то, с какого-то тростника. И вот тут можно тихонечко посидеть. Это называется пайн салт. Пайн салт, это, по-моему, переводится сосновая соль, что ли. Ну, я потом найду точный перевод этому делу. Ну, вот это вот она соль. Куски соли кругом. Пайн салт. И сидим, дышим воздухом, который наполнен вот этой вот, или перенасыщен этой солью. Это следующая комната, пол которой наполнен деревянными квадратиками. Вот они напилены так. И на них наступаешь и ходишь. Опа, это довольно-таки такой серьезный массаж на ступню. Успокаивающий. Попробуй, опа, попробуй пройди по кругу. Я вам скажу, не очень-таки легко прохаживается здесь. Зайдем в эту пирамиду, пирамида, в пирамидную комнату. Вот, добро пожаловать в пирамиду. Тут тоже циновки на полу брошены. Ну, и такая вот она, в пирамидальной форме сделана комната. Можно прилечь. Ну-ка, Галина Владимировна, как тут прилегает на пол? Вот так. Там эти деревянные, национальные, корейские, китайские, японские подушки. И все. А нау-манау, и ты уже как бы в хевене, в раю. Эта комната корейской бани обогревается вот этими вот кирпичами. Кирпичи эти заводятся на каретки вовнутрь этой комнаты, но они нагреваются где-то снаружи этой комнаты, потом открываются ворота, подается этот весь камень вовнутрь комнаты, и за счет этого нагретого камня происходит обогрев. Эта комната называется Булгама. Я, честно говоря, не знаю, что такое Булгама. Пойдем в кислородную комнату. Золотой конь, который приносит удачу. И вот она, кислородная комната. Кислородная комната, как обычно, обшита кедром. Потому что все понимают, энергетика кедра самая лучшая энергетика. Поэтому это дерево так дорого и стоит. 40 долларов почти, фут, 12 сантиметров. Комната насыщена кислородом. Галя моя уже пришла в себя практически. Отличает цвета. Все, я тоже прикладываюсь. Почему-то в корейских банях, вот везде, где бы я ни был, нужно всегда почему-то лежать на полу. Сидеть и лежать на какой-нибудь, скажем, кушетке. Не предполагается и не предвидится. Все время надо валяться на полу в этих корейских и китайских банях. Наверное, это национальные у них. Итак, приглашаю вас зайти сюда, в эту комнату. Называется King Sauna Fire Suditorium. Ну, короче, там очень жарко. Заходим. Короче, мужики, тут а с порога вообще дышать нечем сразу. Сейчас я протру. Ага, протер я, короче, эту линзу. Сразу запотело. Ну, тут реально, реально жара стоит просто конкретная. Короче, стоять на вот этих корейках реально невозможно. Ах! Надо садиться и вот так вот сидеть. Короче, сколько прошло? Минутка еще даже не прошла. Мы уже с Галиной Владимировной покрылись потом. Вот такая жара здесь стоит. Короче, мужики и зрители моего канала, тут реально жарко. Прошло где-то минут пять. Мин, я уже все весь мокрый. Галина Владимировна. Она тоже вся мокрая. Зацените результаты, да? Десять минут мы не продержались. Минут, наверное, восемь. Ну, я вам скажу, легко там сидеть, легко. Но жарко, жарко, стекаем потом. Ну и, конечно же, как же без перекуса, да, Галина Владимировна? Он не говорит, что цена с орденой. Корейские блюда все заказали. Это красота. Горячий, спайси. Спайси говядина, горькая говядина. Правда, порции очень большие. Да. С собой возьмем, да, Галь? Гальчик, как тебе еда корейская? Да это вообще фантастика. Дашка тебе? А, кстати, она очень помогает для дыхания, ап, да, вот для каши. Короче, на мой вкус, мужики, на мой вкус просто тупо горькая, ничего не поймешь. Никакого вкуса навалили сюда горечей. Не знаю, как может такая еда. Ну, корейцы, они, в общем-то, такие ребята. Аркаша, это помогает нам от кобры. Это настоящая кобраская еда. А, ну если в связи с тем, что мы лечим коронавирус, то это, может быть, еще и помогает. Согласен тут чуть-чуть. Идеальный суп. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok